Вот эта больница в Киеве была, ну, наверное, лучшая детская больница в Украине, причем там лежали самые несчастные дети, представляете, диализ, это почки у детей отказывают, вот там им помогают, там им делают операции и онкологию лечат, и вот по этим самым несчастным детям еще и наносят удар ракетой. Мы, конечно, сегодня разберем, чем били, это ракета Х-101, что там говорит Россия, но, так сказать, Сергей Асланян всегда с нами на связи, и, Сереж, я бы вот хотел сразу, так сказать, чтобы Орбан здесь у нас никуда не потерялся, потому что он же у нас миротворец, он же, так сказать, делает вид, что вот сейчас он наладит, и, так сказать, ровно через три дня, по-моему, его пресс-конференции с Путиным, вот такой обстрел. Ты тоже так думаешь, связываешь? Орден Орбас заступил на вахту в Евросоюзе, теперь он как раз олицетворяет собой в том числе и манипуляции, происходящие там, и он точно так же, как до него Путин, Брежнев, кто-то у нас был, забыл, какого, Хрущев, Сталин, он миротворец, потому что, когда, например, вводили войска в Афганистан, это потому что ради мира, кубинский кризис, это ради мира, война в Корее, это ради мира, война в Вьетнаме, это ради мира, сейчас то же самое ради мира, и Путин, с одной стороны, рассказывает о том, что у него очень много мирных инициатив, ну, например, там, уничтожить Украину, и после этого, наконец-то, будет мир так, как ему нужно, просто другое дело, что Украина его не слушает, не соглашается. Здесь появляется Орман, у которого тоже внешнеполитическая деятельность, он ездит по странам и говорит всем, а давайте вы, Украина, давайте вы сдадитесь, а то что-то вы почему-то воюете, а у меня тут Евросоюз, и я тут самый главный, ну, вот на этой неделе, а потом еще и к Путину, я тут с этими поговорил, потому что я миротворец, и вот у них, у обоих абсолютно одинаковая игра, они здесь полностью совпадают, они не говорят, потому что за этим есть какой-то смысл, есть какое-то предложение, и есть какое-то их личное к этому отношение. Это такая очень хорошая роль. Я сегодня буду миротворцем, и Россия, она продолжит убивать, она будет убивать, потому что она за мир. Она за мир была во всех предыдущих войнах, эти войны были всю историю Советского Союза, до этого точно так же Россия была, мы помним в учебнике истории с жандармом Европы, но, правда, она при этом никогда не говорила, что она миротворец. А вот теперь, теперь она за мир, и Орбан прекрасно играет в эту игру. Орбан не тот человек, у которого будут в голове какие-то свои собственные мысли и сценарии. Орбан в этом отношении туповат. Он, конечно, не батько Лукашенко, но он из той же самой категории людей, у которых все очень просто, позиции не меняются, не пересматриваются, и никакие новые вводные не меняют его целеполагание. И вот сегодня он красавец, он прекрасно себя чувствует в новой должности и в новой роли, и он великолепно совершенно со своим турне проедет еще по другим странам, и он будет с ними о чем-то говорить. Ему не о чем говорить, он не представляет из себя ничего, он от лица Евросоюза не представляет ничего. Он может, взяв в управление Венгрию, аккуратно ее изгадить, испортив ей очень серьезно, в принципе, абсолютно все. Чем он с удовольствием и занимается, ну как это при социализме мог сделать любой руководитель, начиная от начальника колхоза и заканчивая начальником ГУЛАГа. И Орбан, он никто в политике. Орбан это не тот человек, за которым есть бэкграунд серьезного, весомого, аргументированного и сильного. И если он по какой-то причине говорит, я точно знаю, как закончить войну, чем закончить войну, и я вам расскажу, как это сделать. И если вы меня не послушаете, то Орбан, ты кто такой, чтобы тебя слушать? Но Орбану нужна позиция, ему нужна поза, ему нужно позиционирование. Вот этим он и занимается. Он не обременительно съездил за Дранеками, он не обременительно съездил за Красной Икрой, он не обременительно съездит сейчас за Уткой по-пекински и далее везде, потому что то, чем он занимается, не несет никакой нагрузки, не обещает никаких последствий и, кроме как, сотрясанием воздуха не является. Но он должность такая. Ну вот смотри, я считаю сегодня очень важным чередовать видео, так сказать, обстрелов и пресс-конференции Путина и Орбана ровно три дня назад, где, в принципе, все стало четко и ясно. Я признаю, что я только сегодня отсмотрел эту пресс-конференцию, три дня назад ее не смотрел, понимаешь, не придавал такого значения. А вот теперь такой путинский, так сказать, как бы завершение. И вот начнем, так сказать, с классического путинского о том, что там у Украины есть спонсоры, а Украина это таран Запада против России и жертва. Да, это послушаем, просто это все демонтируется с обстрелами очень прям сурово. Как нам видится, положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще готовы, не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. А спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы противостояния с Россией. Ты знаешь, Сереж, как-то без огонька он уже говорит, как-то вот эта вот его пластинка такая заезженная, вот ощущение, что ему уже самому что-то не очень радостно, а? Как тебе кажется? Здесь, кстати, очень любопытно то, что Орбан подается как премьер отдельно взятой страны, а не как представитель ЕС. Он-то едет от имени ЕС, потому что от имени Венгрии ему тем более делать нечего, ни в одной из стран, которую он посетил. Он совершенно, как Венгрия, бесполезен для Украины, бесполезен для России. Он полезен для России и полезен в том числе для Украины, если бы занимался здравыми делами, только на уровне ЕС. Но Орбан здесь, в России, подается именно как визит главы государства, а не визит политика более высокого ранга. Потому что как визит политика ранга более высокого, он ноль. Он никакого не ранга, никакой не политик. То, что в Венгрии в Евросоюзе иногда на полгода дают чем-то порулить, чуть-чуть больше, чем одним письменным столом, совершенно ничего не меняет. Но Путин очень любит, что к нему наконец-то приехал глава государства, потому что ему важно, что у него изоляции нет. Он по прежнему на международной арене. И вот смотрите, ко мне приезжает в том числе такая весовая фигура, как премьер-министр, блин, на лицей страны. Это не какая-нибудь Папуазия. И поэтому мы с ним разговариваем. А говорить ему все равно не о чем. Я хотел очень важную вещь сказать, что Жозеп Боррель сказал еще до приезда Орбана в Москву, что это туда Орбан ездит не как представитель Евросоюза. Нет-нет, это он как там, так сказать, Венгрия, Венгрия и только Венгрия. Это прям была оговорка очень важная. Жозеп Боррель же у нас, по-моему, министр иностранных дел Евросоюза, правильно? И там ничего я не путаю. Ну, не важно, да? Я что хотел сказать. Я нашел очень забавное видео, где по итогам своей поездки Орбан дал интервью Бильд. Это немецкое, уважаемое издание. И оно ведется по-английски. И Орбан по-английски отвечает. Но так как это Бильд, Германия, то они это озвучили по-немецки. И тут русские субтитры. И, боже мой, как же это по-немецки звучит? Ты не представляешь. Я хочу сразу людям скажу, что там будет сказано, что Путин не может проиграть. И вот давайте послушаем, как это все по-немецки звучит, а? Путин kann не verlierен. Это очень логичный. Если вы посмотрите на солдаты, оборудование и технологии, которые в войну будут в войну. Русские субтитры, это очень сложно представительный вопрос. Возможно, что Русские субтитры, что Русские субтитры, может быть абсолютно неизвестным, это совершенно неизвестным. Ты вслушайся. Путин kann nicht verlieren. Das ist dialogisch. Путин не может проиграть. Это логично. Ты понимаешь, как будто мы смотрим кино про фашистов, где нужно было из Орбана сделать фашиста. И вот они его сделали, просто подложив немецкий перевод. Я прям поржал, когда это слушал. Ребята, прям учите всей Украины. Путин kann nicht verlieren. Das ist dialogisch. Все, что ты скажешь по-немецки, это, в принципе, очень похоже на повод для драки. Даже если ты скажешь просто guten Morgen, тебе в морду можно сразу прилететь. Это особенность немецкого языка. И поскольку у нас бэкграунд совершенно четко фашистский, мы знаем, что даже если колыбельную спеть по-немецки, это получится нацистский марш, то, конечно, и Орбан с немецкой транскрипцией однозначно совершенно Гитлер, который на Восточном фронте точно знает, кому что полагается, а кому что не полагается. Но в этом отношении, собственно, смысл-то остался прежним. Орбан всем рассказывает, что Гитлер не может проиграть, что Путин не может проиграть. В том смысле, что Путин не должен проиграть. Смысловая нагрузка все-таки иная. Путина нет выхода, и он не проигрывает. Путин – это тот самый человек, который не проиграет. Вы это учтите, потому что Путин вот такой, что он не проигрывает и не проиграет. Нет, Путин, конечно же, проиграет, но только не при помощи Орбана. Ну вот я хочу просто для наших зрителей, которые, может быть, испугались этого обстрела сегодня, сказать, что я лично уверен, что Путин проигрывает прямо вместе с Орбаном. Потому что у Путина безвыходное положение, вот он бессмысленно обстреливает, и результатом будет больше оружия Украины, больше помощи Украине, больше комплексов ПВО Украине, а перед зимой это важно. И это мы сегодня по ходу нашей программы подтвердим прям фактами, да, но пока мы пойдем по, так сказать, по событиям, потому что надо, надо сегодняшние все вот руины, вот смотрите, да, в уголочке Орбан, да, а вот, так сказать, что натворили ракеты после его великой миротворческой операции. Я просто думаю, да, что Орбану эта вся дипломатия не идет на пользу. Если кто-то думает, что или он сам думает, или ему советники говорят, что у него хороший пиар, нифига, мне кажется, все встречи с Путиным сейчас это не хороший пиар миротворца, это зашквар. И те, кто думает и говорит, что может быть переговорщик между Путиным и Киевом получит Нобелевскую премию мира, и что раньше это мог получить типа Эрдоган, а сейчас может быть кандидат на эту Нобелевку Орбан, ой, ребята, нет, ой, это кандидат в самый страшный зашквар и просто, так сказать, будут десятилетиями ноги вытирать. Поэтому, окей, окей, вот, значит, мы это видео смотрим, да, как у Орбан, так сказать, в уголочке над вот разрушенными больницами Киева, но, так сказать, сами должны, в общем, так сказать, ну, анализировать происходящее. Я, честно говоря, полдня был в шоке, смотрел это видео и понимал, как это сбивает с логики, да, но сейчас вроде бы вот прошло часа 3-4, немножко пришел в себя и уже можно как-то анализировать, что реально происходит. Даже не столько сколько ракет, а кому и что за это будет, из этого выйдет, что, так сказать, будет следствием вот этих адских обстрелов. И, ну, надо, например, сразу сказать, что в России пропагандистские каналы везде пишут, типа, вот, я прям выбрал один, скажем так, самый мягкий, где они, вот, посмотрите, сверху, так сказать, на плашке, то, что текст одного пропагандиста, мы его даже не пишем кто это, много чести, не надо их даже упоминать. Главное, что он говорит, что там отработало ювелирно российские, там, эти, ракетчики. Ага. А вот что ему ответил Владимир Осечкин на своем сайте, телеграм-канале «ГУЛАГУ.нет», где Осечкин пишет, ребятки, время такое, что все ходы записаны, все в электронном виде записано, поэтому вот вы там, летчики, да, летаете, так имейте в виду, у этих преступлений военных нет сроков давности, вам за это потом придется отвечать. Это такой очень четкий месседж, что, ребята, вы что думаете, что вы где-то, когда-то скроетесь, вам, наверное, уже пора покупать квартирку, я не знаю где, в Бразилии или, может, еще, в Аргентине точно нет. Хавьер Милей точно против Путина. Не знаю, какие страны в Латинской Америке там еще, может быть, там какие-то шахты есть, так сказать, оставшиеся после нацистов, где можно так это, знаешь, пыль стереть и, так сказать, туда. Вот это очень важные штуки, я считаю, что это надо как бы напоминать, и вот этот вот месседж от Володи Осечкина очень клевый, Сереж, работает, как думаешь? Конечно же, да, потому что копить материал – это очень полезно, рано или поздно он пригодится, и Россия как раз тем и знаменита, что она свою историю скрывает, архивы закрыты всегда, данных по преступлениям нет ни в коем случае. Весь период советской власти прочно засекречен, чтобы, не дай бог, не воздалось тем, кто еще так или иначе может за это ответить. И параллельно с этим мы видим, как меряют на свой аршин, потому что в России это нормально – выселить больницу, выкинуть всех и детей в первую очередь и сделать военный госпиталь. И Россия, конечно же, весь мир воспринимает таковым, аналогичным себе. Именно поэтому в оправдании сказано, что это была не онкологическая детская больница, а, конечно же, военный госпиталь. А как же иначе? Мы-то точно знаем, что все так делают. Мы-то делаем только так, как все. Нет, ничего подобного. Россия – это единственная страна, которая больных держит в подвалах, на чердаках и выгоняет их на улицу при первом удобном случае, чтобы сделать там в том числе госпиталь, а иногда и просто не сделать ничего, выгодав больных и избавившись от них. Поэтому Россия, меряя на свой аршин, заявляет, что там был военный госпиталь. Нет, там не было военного госпиталя и как раз целились конкретно в детскую онкологическую больницу, так же, как и по всем остальным объектам. Это точное оружие, это не залповый огонь Катюши, который на кого Бог пошлет. Именно так и была обозначена цель. А вот сегодня Россия убивает украинцев, которые находятся в больнице. Потому что у России такая задача. Россия не собирается жить вместе с Украиной. Россия собирается жить вместо Украины. Ну вот в этой связи очень важно, так сказать, проговорить, куда именно попали ракеты. Значит, одна в больницу вот эту Охмадзид, которая самая, так сказать, крутая и современная, а еще одна где-то название ее мелькало. Мне еще говорили, ты лучше его не упоминай, потому что опасаемся, что прилетит второй раз по спасателям. Ну прошло полтора часа, когда мы это обсуждали. Ну ладно, не буду. В общем, я о чем хочу сказать, что вот Охмадзид находится в 100 метрах от Министерства инфраструктуры Украины и в 500 метрах от здания Минобороны. И в целом это очень плотная застройка. Вот у тебя ощущение, это может быть все-таки промах и случайность? Или же все-таки скорее целились? Окей, косвенные данные, что если по двум больницам прилетело, то скорее целились. Но в принципе, вот у этих ракет, которыми долбили. А сегодня 7 Х-101. У нее плюс-минус. Звук пропадает. Сереж, плюс-минус 500 метров у ракеты Х-101 есть? Я вот не пойму, кто из нас отключился, ты или я? Вот такое ощущение, что мы оба. Да-да-да. Какое отклонение у ракеты Х-101, Сережа? А кто из нас, так сказать, не на связи? Я не очень понимаю. Все-все-все, я вернулся. Вообще, все российские ракеты были рассчитаны на ядерное оружие. А всегда Россия, когда пользовалась ядерным оружием, она не была точной. Потому что с точки зрения попадания, без разницы, полкилометра туда, полкилометра сюда. И тем не менее, целились именно в больницу, потому что точно попасть эти ракеты позволяют. Тем более современные после того, как их сдернули со склада и немножечко их подкорректировали, осовременили. Потому что вот это оружие, оно не соответствует своими характеристиками году производства. Это модернизированные версии. Целились именно туда, куда и попали. Это не случайность. Тогда я не могу понять логику, а зачем в больнице? Они хотят сплотить украинский народ еще больше, чтобы уже никаких поползновений, ни от одного политика, даже слова не было о мирных переговорах. Ну что Путин добивается-то? Ну вот скажи. Когда российская армия вошла в Украину, когда стреляли просто по мирным людям, и было понятно, что это беженцы, что они сели в машину и пытаются все себе уехать. Какой смысл был убивать этих людей? Вот этих бегущих мам, которые за руку тащат ребенка, по ним стреляли как по зайцам в тире. Какой смысл был? Ты же армия, ты же пришел освобождать. И с первых же дней начался фашизм обычный, когда стреляли в мирных людей, мы всю эту хронику видели, когда просто сидели и просто стреляли, потому что это так клево, это мирные люди, которые бегут. С тех пор ничего не изменилось. Тогда стреляли в том числе по отдельно бегущим мамам с отдельно взятыми на руки детьми, а теперь стреляют по отдельно стоящим больницам. Точно так же в единственном стремлении уничтожить как можно больше украинцев, неважно каких, в военной форме или в гражданской одежде, но за то, что они украинцы, то же самое, как Германия уничтожала евреев за то, что они евреи. Не надо ничего сделать для того, чтобы тебя уничтожила Германия. Достаточно было родиться евреем. Сейчас точно так же достаточно быть украинцем на территории Украины. Да нет, Сереж, сейчас по-другому. Когда десантура российская шла к Буче, мы знаем, что собой представляет российская десантура. И как их учат допрашивать пленных, а для них любой мальчишки на велосипеде уже его надо допрашивать. Здесь, когда ракеты летят, хрен знает откуда. Мы с тобой в конце еще будем разбирать систему ПВО Украине, что дадут. Это Ахтубинск, это вообще почти Каспийское море. И, судя по всему, не только оттуда летело. Понимаешь, это уже стратегическое решение. Это не какой-то там прапор, так сказать, или летеха, десантура, так сказать, свои садистские наклонности выказывает. И это стратегическое решение с самого верха. И оно точно связано, так сказать, с переговорами с Орбаном, где, так сказать, вот мы с тобой еще этот ключевой момент, что там было на переговорах, разберем. Ну ладно, ладно. Давай, так сказать, если ты считаешь... Тут надо очень важный момент тогда разобрать, что вот все увидели и сняли подробно, какая летела ракета. Вот эта ракета Х-101, которая летела именно вот в эту детскую больницу, она прям вот... У нее есть фотография, видео, видно, что она целехонькая. Ее этот пролет-прилет вот разбирают. Все ее, так сказать, обводят рамочками. Вот ее непосредственно момент прилета, вот она прям по видео. Важно то, что она целая, что это не отклонение, не то, что в нее там попало ПВО и сбили ее с курса. Нет-нет, да, то есть, так сказать, я тоже, так сказать, думаю, что ты прав, что, так сказать, целились действительно в больницу. Я только не могу политический смысл понять. Если это акция устрашения, что добиваться-то? Что толк-то устрашать? Не могу, Сереж, понимаешь? Вот когда ты говоришь, что да это все одно и то же, что будь же, что здесь. Да не то же, Сереж. Глеб, если среднестатистический, простой русский душевный солдат-миротворец-гестаповец, то почему у него генерал не должен быть гестаповцем? Они же одинаковые абсолютно. Простой русский крестьянин, который сидел на завалинке, а потом по контракту наконец-то поехал убивать украинцев. Чем он отличается от своего любого командира? Сержанта, лейтенанта, майора, полковника и генерала. Поэтому что убивать любого мирного человека, бегущего по улице, даже приказа давать не надо. Это же так здорово стрелять безоружным и беззащитным. И точно так же здорово разбобить целую больницу. И для этого не нужна никакая логика и обоснование. Мы воюем, мы же здесь непосредственно с врагом. А враг — это все. Враг — это абсолютно любой человек в этой территории. Вспомни у того же Бориса Семенова, у Астафьева. Артиллеристы зашли на ночь в деревню. С утра обнялись со старушками, которые их приютили, обогрели. Вышли за околицу и отстрелялись по этой самой деревне. Потому что, уходя, они в том числе определили цели. Они знают, что за ними зашли немцы. И очень удобно было стрелять по той избе и по той бабушке, которая тебя всю ночь кормила, поила и согревала. Потому что теперь у нее на постой пришли немцы после тебя. И бабушка с этой минуты враг — она легитимная цель. Это твоя родная бабушка, которая тебя только что накормила. И это четко совершенно в мемуарах у солдат и офицеров, без анализа и без сомнений. Они просто объясняют свою боевую работу. Мы вышли из деревни, немцы туда зашли. А мы цели свои, мы свои мишени, четко совершенно ночью еще определили, куда мы будем с утра стрелять. Потому что мы знали, обнимая бабушку на крылечке, которая говорила, сынок, ну тебе победы, я тебя жду, приходи, освободи меня от супостата, мы точно знали, что эта бабушка — наша цель. Сереж, я вижу, что здесь политическое решение. Сегодняшний обстрел всей Украины — это точно крупное политическое решение. Я думал, что лично Путин решал. И он в том числе решал, что пока Орбан летает туда, летает сюда, пока не выходят на пресс-конференцию, мы не стреляем. Проходит три дня после пресс-конференции с Орбаном. И даже еще Орбан, по-моему, успел слетать в Киев. И вот когда он прилетает в Вашингтон из Киева, вот сегодня или завтра? Вот это тоже важный момент. Потому что когда Орбан... А, сегодня он в Пекине, мне подсказывают. Ну, ладно, может быть, Пекин, он типа далеко, сбоку припеку. И вот если эта стратегическая отмашка сверху точно, я уверен, идет от Путина, то дальше может быть твое предположение, что а куда стрелять, это уже свободное творчество генералов, они сидят, чешут репу и типа... Ну, а вот по больницам мы еще не стреляли. Ну, давай типа по больницам теперь оттянемся. Ну, так что ли? Да, и давайте поможем Орбану. Теперь он у нас стратегий политик, потому что вот теперь он ездит по миру как миротворец. И мы видим, что Украина не хочет мира. Именно поэтому мы вынуждены по ней стрелять. Вот, слушайте, Орбан договорится о том, как именно нужно, в какой конфигурации этот мир подписывать. Конечно же, на условиях России. И Орбану в данном случае чуть-чуть добавили в корзинку аргументов. Для нас это дикость, а для Путина вполне логично. Ну, давай добавим в корзинку аргументов, как значит Орбан. Там подходящая фотография, тут мне попалась, разводит руками. Вот смотри, что сегодня натворили, значит, в Киеве, а тут Орбан разводит руками. Я вот этот коллажик считаю очень важная штука, это надо делать. Вот смотрим, да, вот, значит, фотографии жутчайших разрушений и того, как люди, причем в этой больнице детской, там раненые врачи оказывали помощь. Сейчас пришла новость, что 30-летняя девушка, врач, квалифицированный из Львова, она работала в этой больнице, она тоже погибла. И об этом сообщил мэр Львова-Садовой. Понимаешь, девчонка симпатичная, 30 лет, значит, она уже квалифицированный специалист. Боже мой, сколько она могла бы еще работать. И вот поэтому, так сказать, пусть у нас в уголочке над всеми этими фоточками висит этот великий миротворец. Это вот, кстати, одно из отделений больницы. Я сначала даже не понял, думал, вроде больница многоэтажная, а мне объяснили, что там очень много корпусов, и один из них вот такой двухэтажненький. Вообще непонятно, сколько корпусов у больницы уцелело реально и может функционировать. Вот, поэтому вот как бы... Да, кстати, если режиссеры найдут эту девочку, то мы в любой момент ее покажем. Вот она, вот она, 30 лет было, квалифицированный сотрудник. Она не уехала в Европу работать... Светлана Лукьянчук. Факты идут. Но посмотрим этого Путина. Путина Лукьянчук. Причем это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Ну вот, видишь, довооружиться, тут ключевое слово Путина. А вот в начале то, что, так сказать, проскочило, это я хотел позже обсуждать, потому что там шум в зале, и это был ключевой момент пресс-конференции. Но тем не менее, в принципе, да, как говорят умные люди, слушайте, говорили, слушайте Путина внимательно, он в принципе все говорит. Просто мы не можем слушать его два часа у Такера Карлосона, а вот 17 минут с Орбеном, прям смотри, все ходы записаны, Сереж. И опять-таки, на свой аршин меряет Россия. Если она выгоняет своих больных для того, чтобы устроить госпиталь, и подозревает, что все действуют так же, то Россия в данном случае, конечно же, у Стави Путина проговорилась о том, что она собирается перемирие, замеряться так или иначе, прекращать огонь, использовать для того, чтобы самой довооружиться, потому что ни в коем случае от Украины она не отстанет. И самое страшное, что может быть для Путина, это увеличение сил самой Украины, которая, конечно же, и довооружится, и сделает невозможным повторное вторжение, нападение на себя. И если уж это не окончательный мир, а понятно, что для Украины на подобных условиях он не может быть окончательным, а всего лишь на все перемирие, то задача Украины в этот момент стать не по зубам Путину окончательно. Вот уже точно, вот уже навсегда не по зубам. И Путин этого очень боится. Поэтому он и объясняет, что задача ни в коем случае не стать Украине сильной настолько, чтобы он не смог ее наконец-то одолеть. А ему нужно перемирие, и он миротворец, он не отказывается от того, чтобы побыть в состоянии мира, потому что ему нужно нарастить и напасть уже окончательно, уничтожив целую страну. Ну вот у меня тоже ощущение, что у Путина сегодня истерика. Вот этот обстрел, это истерика. Это не просто рядовой обстрел, не просто рядовое событие. Это вот именно после... Но я думал, что это ты скажешь, а я типа как бы должен, так сказать, изображать подставку под телекамеры. Ну раз ты не говоришь, то бога ради. И вот сейчас мы посмотрим этот ключевой момент, который по ошибке проскочил вот в предыдущем синхроне. Это самый финал пресс-конференции Путина с Орбаном. И там мальчишка из зала выкрикивает, плохо слышно. Он говорит, что ответил Зеленский на ваше предложение, товарищ Орбан. Или что он передал, какой месседж. На что Орбан немножко испугался, сделал круг, вернулся к микрофону и сказал, ну об этом я рассказал Владимиру Путину. И тут вдогонку этот мальчишка кричит, типа Путин, а вы-то нам расскажете, что Зеленский передал вам. И Путин так бросает, нет. Понимаешь, что-то такое Зеленский им всем сказал, что даже Путин не готов сказать, а Орбан понимает, что это точно нельзя говорить. Давай посмотрим этот эпизодик еще раз. Зеленский ур, как он реагалт? Я рассказал это президенту Российской Федерации. Нет, бросил Путин, ты знаешь, как будто даже радостно, что ли. Ну, Путин же, не забывая, он самый остроумный в России, поэтому все, что он сказал, это либо изящная шутка, либо отливается тоже в граните. В данном случае шикарно совершенно пошутил, нет. И пошел дальше гордой собой, потому как действительно об этой теме говорить нельзя, она совершенно запретная. И о том, что именно Зеленский говорил, он, собственно, сам всем сказал. Вот и я думаю, что, так сказать, тайны-то никакой нет. Совершенно очевидно, да, что, так сказать, Украина на ваши условия, дорогой Путин, идти не может. Никакого разоружения украинской армии быть не может. И все, все остальное малозначительные детали. Я поэтому все время смотрю, когда вот эти бесконечные наши с тобой, вроде бы, так сказать, единомышленники, бьются в истерике и кричат, давай мир, даешь мир от Зеленского. Я думаю, ну дураки, что ли, зачем они эту несут ахинею? Ни на что не влияют, кроме как себя выставляют дураками. Не знаю, Сереж, да, не будем называть фамилии, но у тебя есть какое-то объяснение, зачем они это несут? Вот как раз вот эта общая ситуация. Огромное количество людей себя просто выставляет. Вот Орбот, например, выставляет себя серьезным геостратегом и политиком, который теперь представляет целое европейское сообщество. Потому что как бы там ему в спину Жозеф Боррель не кричал, что нет-нет, он едет от себя, от себя никогда в жизни он в такое турне не отправлялся. Ему просто от лица Венгрии нечего делать в этих странах и путешествовать так долго. Тем более, что у него у себя дома постоянно возникают коллизии и конфликты из-за того, что его нет на рабочем месте. Потому что только он отвернулся, у него там сразу возникают вопросы. У него не так все спокойно в его Венгрии. А здесь он именно заступив на пост от лица Евросоюза и поехал миротворить. Намиротворил настолько, что ему даже еще и аргументов в корзинку подсыпал Путин. И все они выставляются одинаково в том выгодном свете, который они не понимают, насколько для них невыгоден. Потому что они, в принципе, играют по своим правилам. И Путин, который тоже проговорился уже который раз подряд, меряя мир на свой аршин, показал, до какой степени он неандерталец. Потому что его логика абсолютно порочная и извращенная. Но Путин-то об этом откуда узнает? Уж точно не от Орбана. А Зеленский, конечно, расставил точки над «и» и объяснил, и о чем был этот диалог, и, собственно, зачем вообще Орбан поехал по миру. Как бы там Жозеф Боррель этого не отрицал. И это турне людей, которые себя просто выставляют, просто пиарят. Особенно пустой Орбан, которого через полгода на международной арене опять не будет. Он будет сидеть тихонечко в уголке и голосовать за Россию против всего остального. И вот точно так же, как ноль, которым он и является, никто не будет помнить и спрашивать, а как же ваше великое стратегическое мнение? Вы же тот самый стратегополитик. Почему вы устранились от этого процесса? Давайте вы наконец-то все-таки мир во всем мире от своего лица устроите на благо нациям. Нет, Орбан совершенно не такой. Орбан никто. Молодец, Сережа. Хитро ушел от ответа. Не стал называть дураками наших с тобой ребят. Давай не будем их... Фамилии же нету, поэтому мы можем сказать, что ребята просто хотят сумничать. Ребята просто хотят выглядеть умнее других. И поэтому говорят, давай, мир, иначе никак. Ну окей, не будем развивать эту тему, раз ты считаешь, что не надо. Давай посмотрим теперь видео, как сегодня Моди, премьер индийский, прилетел в Москву. И я специально опять считаю, что надо монтировать с Киевом. Вот значит Моди прилетает в Москву, а в это время что прилетело в Киев из Москвы? Понимаете, да? Чтобы все видели, грубо говоря, контекст. Тэш Моди, вам это надо? Мне кажется, вот к Путину Моди прилетает, и это тоже зашквар. И это зашквар потому, что в это время в Киеве происходит такое. Лучше бы ты Моди развернул самолет над Индийским океаном и сказал, как в свое время этот развернул, как его. Ой, Примаков Нашинский, великий тоже был ястреб. Поэтому я не пойму, зачем Моди. Причем все подчеркивают, что Моди прилетел. Это после победы его партии на парламентских выборах. Чего ему зачем, а, Сереж? В 1311 году в Золотой Орде к власти пришел хан с несколько неожиданным именем Узбек. И началась исламизация Золотой Орды. До этого у православных, а Россия как раз вот руть в этот момент от язычества, как мы помним, ушла в православие. И было очень модно ездить в Орду, крестить ее, вести богословские беседы на христианские темы. И было очень модно открывать там кафедры православные. И огромное количество православных попов ездили туда в командировку, перетереть за мир с Золотой Ордой. Ничего не напоминает? Нет, моде явно не проповедник ни с какого боку. Они все поехали к Путину сейчас. Каждый из них почувствовал, что а что бы мне не съездить в Золотую Орду в ставку всемирного зла и не поговорить о том, какой я хороший на вашем фоне. Гляньте, кстати, на меня, мой внутренний электорат. А заодно я тут попозирую и выставлюсь. Вот мы с тобой весь эфир сегодня этих пустышек разбираем в попытке сшить себе новое амплуа. А вот на этой неделе они все миротворцы. Они все поехали ко Льву уговаривать его стать вегетарианцем. И моде туда же. Потом еще кто-нибудь нарисуется. Такой же весомый стратег и политик, фантастически мощный, от которого на планете Земля зависит точно так же абсолютно все. Вот моде, если бы не прилетел, что-то бы изменилось. А моде сейчас улетит, что-то изменится. А вообще от существования Индии на планете Земля где-нибудь что-нибудь изменилось, ну, кроме как у жителей Пакистана, у которых постоянные терки из-за того, что Великобритания сказала, а вот вам еще одна вечная гнойная рана, которую мы решать не хотим и лечить не будем, а вы сами разбираетесь. А в остальном мире Индия, полезшая в международную политику, ну, Индия один раз во Вторую мировую войну парой своих дивизий на верблюдах действительно попыталась сыграть на стороне добра против зла. Вот и все. Ну, если сейчас еще появятся на Украинском фронте верблюды боевые, ну, тогда понятно, зачем приезжал. В остальных случаях, что Индия, что Уругвай, что Гвадалахара, не имеет значения, кто приехал. Оно приехало, оно сфотографировалось, провело фотосессию, у него там дома местные газеты это все опубликовали, и оно уехало к себе с ощущением выполненной миссии, потому что они пытались крестить Орду. Ну, ты сравнил. Орда завоевала полмира в 13 веке и в 14 была еще сильна. А тут, так сказать, к Путину, к слабому, к маленькому приезжает лидер державы, у которой полтора миллиарда жителей. И причем все, со всех сторон говорят, что Индия стремительно развивается, там, так сказать, растет бизнес, вкладывайте туда деньги. Послушай любого, Илья Банкира тебе скажут, да, в Индию вкладываться очень разумно, да, так сказать, намного разумнее, чем в Китай. Я-то не могу понять этого сравнения. Я вот себя слушал и думал, ну, может, моде это нужно по каким-то там шкурным интересам. Тоже не могу понять. Ну, что там с Путина? Взять дешевую нефть, уже все взяли. Платежи к Путину не идут. Ну, это путинские проблемы. Сереж, не могу понять, понимаешь? Еще буквально два месяца. Погоди, Макрон два года из телефонной будки, выгнав оттуда чебурашку, звонил самому крокодилу Гене и уговаривал его тоже стать чебурашкой. И все местные газеты, Лимонг, Паримач, журнал писали о том, что вы посмотрите, наш великий, он не побоялся подойти к телефонной трубке. Он взял и... Знаете, кому он позвонил? Вы не понимаете. Он самому Путину позвонил. Сейчас появляется какой-то моде, который, вы знаете, куда полетел? Он полетел аж прямо к самому Путину. А в газетах написано, что такое Путин. И когда рассказывают мне про Индию, о том, что она инвестиционно привлекает, то у меня вопрос. Газета каким веком датирована? В конце 19-го то же самое говорили. В 20-м веке я про Индию, я прекрасно помню эти тексты. Ну что вы, Индия на подъеме. Индия, вы знаете, какая сейчас? Она как прям стряхнет в себя вековую пыль со своих стоп, и как она на слоне в космос улетит, так это та самая Индия. Я о Индии могу судить так же, как о Китае, по понятной мне, например, оборонной промышленности и автомобильной промышленности. Более карикатурный автопром, чем у индусов, когда у них бахпопутер получается по каждому поводу, и харя вишня, харя в харе, и харя, смешнее только у Ирана. И это тоже не автопром. И после того, когда такая страна, которая не научилась гнуть железо, приезжает рассказывать о том, что, кстати, унося на хвосте шлейф инвестиционной привлекательности на кафедру к хану Узбеку «Давайте мы с вами станем, наконец, другими, а не такие, какие мы есть на самом деле», это найдет прекрасное отражение в Daily News, но не имеет никакого отношения ни к Индии, нулю без палочки, ни к моде, у которого этот визит только для того, чтобы покрасоваться. Вот таких покрасоваться, раньше они звонили по телефону, теперь они набрались смелости решительно приехать. И так же решительно, с мужеством и отвагой, они уедут к себе обратно, и у них возьмут интервью, и на пресс-конференции они расскажут, что, вы знаете, я стоял ровно в ста километрах от вулкана, и он извергался. Вы не представляете, сколько отваги это потребовало? И все будут понимать, что это потребовало много отваги. Эх, красиво рассказываешь, все равно я так и не понял, зачем Моди туда приехал. Ну ладно, может кто-нибудь умный, нам умнее нас кто-нибудь с тобой объяснит, потому что ощущение зашквара. Только что, два месяца назад у Путина там какие-то плясали африканские папуасы, а тут вдруг крутой мэн из страны с полутора миллиардами прилетает, блин, загадка, нахрен ему этот зашквар. Давай все-таки, чтобы контекст не уходил, вот, так сказать, есть видео потрясающее совершенно, когда в Шевченковском районе Киева сегодня разрушили полностью подъезд пятиэтажного дома. Утром было видео, когда, так сказать, люди снимают, а там прям голоса из-под завалов еще не успели, и вот девушку вытаскивают. Она жива, ее там говорят, давай ее на носилки там кладем. Совершенно пронзительное видео, и вот из-за этого видео Украина получит больше оружия, больше денег, больше поддержки. Это вот, это видео работает против Путина и всей его этой комарине. Но, как именно получает, давай вот сейчас тогда перейдем прям сразу к конкретным цифрам. Значит, уже прозвучало, что Германия передала еще один патриот. Если мы помним, в мае Зеленский говорил, что Украине, чтобы закрыть небо перед зимой, нужно семь патриотов. Два у нее тогда было. Вот сейчас третий от Германии, он уже доехал. Причем, это тот самый патриот, который, вот, Зеленский месяц назад был в Германии на базе, где очень оперативно украинских ребят научили курс за шесть недель. Раньше учили девять месяцев, но вот, видишь, когда война, оказывается, можно научиться управлять патриотом всего за шесть недель. И вот, значит, Зеленский уже тогда, видимо, знал, что этот патриот доедет. Вот, и вот он уже доехал. Сейчас он уже в Украине. И я не исключаю, что в том числе и поэтому Путин торопится еще, да, обстрелять, где только может, потому что он видит, что раз патриот, два, три, четыре, а потом получится так, что уже ни одна ракета не пролетает. Ну, как говорится, дай бог. И вот смотри, сегодня новость, что, значит, в Украине же находится министр обороны Нидерландов, его зовут Рубен Брекельманс, и он находится на заводе, где производят дроны в Украине, и он сказал, когда ему говорят спасибо, да, он тоже, кстати, сказал, что патриот, да, так сказать, и вот он очень важную вещь сказал, что если вы меня, Нидерланды, благодарите, то я вам должен в пять раз больше сказать спасибо, потому что вы защищаете не только свою страну, но и свободу, и демократию в мире. Я когда это прочел, я, видишь, прям записал, чтобы эти цитаты, опять, Сереж, это вот про тех умных, которых мы с тобой не будем называть фамилии, но которые постоянно говорят, что Европа настроена в отношении Украины не так, как вы там себе в Украине это представляете, и не так, как мы с тобой представляем, да, вы давайте не сильно борзеть и так далее. А вот смотрите, министр обороны Нидерландов говорит спасибо вам Украина, что вы защищаете свободу и демократию. Не буду я говорить фамилию этого человека, который через день убеждает все прогрессивное человечество в том, что немцы не воспринимают, что, так сказать, Украина защищает мировую свободу и демократию. Нет, типа Украина защищает себя, а мы так и быть, так сказать, помогаем. Понимаешь, о чем я, Сереж, почему меня это заводит? Ну, есть люди, которые соответствуют своему рангу и должностям, и в данном случае министр обороны точно на своем месте, потому что он прекрасно понимает, о чем идет речь. И как раз это его страна, и его премьер-министр, который теперь уже будет генсеком НАТО, она как раз первой сказала, что свои эксистенции она отдает, и всем оружием, какой есть, она готова помочь, потому что это очень важно, именно защищая всю Европу целиком. Не все это понимают, но в маленькой Голландии все-таки понимают. И вот, Сереж, теперь, когда мы обсудили Патриот, возникает вопрос, а чем можно сбить вот эти вот самолеты, которые долбят Украину? Мы знаем, что это Ту-22, по-моему, М-3, они очень важны, вот с них, значит, сегодня я прям выписал себе, опять это Володя Осечкин, у него все ходы записаны, он прям с утра выкладывает, Володя Осечкин, что прям первый удар по Киеву нанесли три штуки Ту-22 М-3, в каждом было по две ракеты Х-22 дробь 32. Кроме того, были два Мига-31К, на каждом из которых висело по два кинжала. Вот, прямо у Володи все ходы записаны. И, по-моему, Ту-22 базировались раньше в Энгельсе, под Саратовом, а потом, когда туда попали, то их перебазировали на север, по-моему. Неужели они оттуда летят и стреляют? У меня к тебе вопрос, как специалисту по железу, их можно чем-нибудь в ответ долбануть так, чтобы она больше эта штука не летала, понимаешь? И то же самое про вот этот вот Ахтубинск. Вот я даже карту попросил, так сказать, сделал скриншот карты, чтобы все видели, что Ахтубинск это, в общем, недалеко от Каспийского моря, там на Волге, он называется Ахтубинск-7, но он где-то там явно рядом, вот, и посмотри, как далеко до границы с Украиной, вот красная точка, это этот самый Ахтубинск, то есть тут Харьков и Днепр есть, а Киев даже в карту не влез, ты представляешь, насколько это, как говорится, далеко, и вот возникает вопрос, вот это далеко, когда оно взлетает с ракетами, оно откуда отстреливается, за сколько километров до украинской границы? Оно, конечно же, к границе не подходит, оно, естественно, стреляет со своей территории, оно выступает в данном случае в качестве разгонного блока, потому что здесь скорость ракеты плюс скорость самолета, то есть самолет из последних своих сил, подкидывая дрова в топку, пытается быть наконец-то максимально быстрым, и после этого от него стартует ракета, чем быстрее самолет, тем, ну, стабильнее летит ракета, и вот эти Ту-22, они тем и интересны, что, в принципе, в мире аналогов у них действительно нет, потому что на этой летающей буржуйке уже никто не воюет, это рубеж 19-го, начало 20-го века, это вот аналог Ильи Мурмца, и эта штука, в принципе, она сбивается очень незатейливо, именно потому они и не входят в воздушное пространство Украины, потому что их собьет все, что угодно, вот все, что есть на сегодняшний день у Украины, оно, этот Ту-22 валит просто с первого же выстрела, именно поэтому оно воюет только с территории России, и во всем остальном мире вот эти летающие крепости свое существование прекратили ввиду невыносимого отставания от планеты Земля и прогресса, и Россия последняя страна, которая воюет на паровозах, вот этот паровоз с крыльями, он как раз и летит, и за счет того, что официально Украина не имеет права долбить по этим аэродромам американским оружием, а оно как раз туда дотягивается, и происходит трагедия, когда Ту-22 с дровами и стопняком подкидывающим в печку топливо взлетает и крякая на каждом ухабе и взмираясь повыше, пугая ворон, пытается раскочегариться как паровоз, чтобы с него отстрелила ракета. Эта штука сбивается сразу и абсолютно всем, не из рогатки, а из того, что чуть-чуть крупнее, чем рогатка, но Украине нельзя этого делать. Слушай, ты сказал нельзя на аэродроме, но когда эта хрень взлетела, несет две такие ракеты, если ей что-нибудь навстречу из Украины вылетит и один из двух собьют, и потом это все куда-нибудь рухнет вместе с этими, так сказать, что они там несут, Ха-22, да? Это что, тоже будет международный скандал и так далее, и так далее, но зато это же, так сказать, ну как эффективно, нет? Можно достать чем-то этот Патриот, насколько он длину-то достает? Нет, Патриот-то как раз у нее не стоит задача отстреляться по земле и подавить точки на земле, но когда эта штука взлетела, конечно же, сбить это можно, и собственно Патриота и кинжалы сбивали, именно первые кинжалы как раз и погибли от Патриотов, поэтому даже несмотря на свой сверхзвук, на то, что это гиперракета, которая нельзя абсолютно не то, что поймать ее, даже увидеть нельзя, так быстро она летит, нормально, они сбиваются, и если бы Украина имела бы достаточно вооружение и достаточно разрешение подписанных Филькина грамот, бумажек с подписью, то, конечно, она бы это сделала, но она не вправе, и именно поэтому самолеты находятся на том удалении, они недалеко улетают от аэродрома, они не подлетают вплотную непосредственно к переднему краю, чтобы оттуда выстрелить, ничего подобного, он как разгонный блок работает там у себя, на безопасной дистанции, потому что он совершенно не боеспособен. Ту-22, он был очень хорош где-нибудь в 45-м году, когда его чертили, потому что его чертили под войну, которая закончилась уже в тот момент, когда его пустили в производство. В 69-м, 70-м он уже был, наверное, на уровне примуса, это патефон с иголками, на котором, конечно, музыку можно слушать, но он уже не очень подходит для нормального качественного воспроизведения звука, но Россия имеет их, она по сию пору аналогов нет, хвастается ими, воюет, избивает эту штуковида на раз, но нечем, потому что, когда будет такая возможность, конечно же, Украина это сделает. Слушай, вот мы с тобой оба живем на информационном поле, если ты будешь, так сказать, где-то на неделе залетать на фактуру, на эту тему, посмотри примерно, вот за сколько километров, может быть, за тысячу километров, до границы с Украиной, этот самолет, Ту-22, выпуливает свои ракеты и разворачивается обратно на базу. Мне кажется, эта вот цифра очень важна. Тысяча километров или пятьсот километров, или, может быть, он подлетает на расстояние двухсот километров до границы, и тогда, может быть, Патриот может его достать. Понимаешь, да? Я по-прежнему провоцирую, говорю, возможность, так сказать, а может ли Украина стрельнуть и достать этот летящий, атакующий самолет над Россией? Ну, Россия же, Украина по России, уж если и стреляет, то дронами. А вот так, чтобы батарея ахнула по Белгороду, вот такого же нет. И Украина, в данном случае, является заложником той политики, которую ведет сердобольный, помогающий ей коллективный запад. Потому что, конечно же, сбивать это нужно на точках базирования, либо на взлете. Но это далеко. И у Украины нет такой возможности. И вот сейчас мы видим, что нехватка Патриотов привела к тому, что по Киеву прилетело. Киев все-таки обороняемый объект. Вокруг Киева стоит пояс ПВО. И все равно он не смог ничего сделать. Потому что тут в данном случае неважно, где бы Патриот сработал. Над Киевом бы он сбил эту ракету, или над каким-нибудь российским городом. Потому что просто их чисто физически не хватает, их нет. а должны бы быть уже давно, два с половиной года тому назад, должны были бы быть. И вот у нас осталось буквально пять минут. Все-таки хочется мне чуть-чуть про Францию, которая поразила всех тем, что на парламентских выборах вчера там оглушительно проиграла Марин Липен, ее партия. Все ждали, что она получит первое место, а она получила третье место. То есть даже партия Макрона ее опередила. И в принципе, наверное, Украина этому, так сказать, рада, потому что считается, что Липен это враг Украины, а Макрон это самый большой друг Украины среди всех европейских политиков. И в России Макрона ругают разве что не матом. Но, ты знаешь, я не уверен, что Липен реально бы, так сказать, была против Украины, если бы дошло до дела. Ну да бог с ним, что тут рассуждать. Проиграла и проиграла. Как говорится, не настало время для правого поворота. Я немножко другое. Я приготовил одну фоточку, которая висела на сайте МИДа России. Не на сайте, а в сети Экс Илона Масковской сети. У МИДа тоже есть там. И вот, значит, они поддержали Марин Липен. Они запостили вот эту вот фотографию ее, где она идет, рукой машет. И там написано, что народы, Франции имеют право, так сказать, на суверенитет, на суверенную внешнюю политику и сбросить диктат Брюсселя и Вашингтона. Вот эта хрень на английском языке, наверное, должна поддержать Липен. А Липен, когда эту прочла штуку, она прям заволновалась и стала говорить, это вмешательство в наш процесс выборов. Зачем вы это делаете, Путин? И, в общем, на мой взгляд, так это вот медвежья услуга. Это работало против Липен. Я, честно говоря, думал, что это сработало так, что народ испугался во Франции и решил, в первом туре они голосовали в основном за Липен и ее партию и за правых, да, а в этом туре проголосовали против. Так вот, каково же было мое удивление, когда я узнал, что во втором туре французы проголосовали точно так же, как и в первом. За партию Липен проголосовало 10 миллионов избирателей, так же, как и в первом туре. За Макроновскую партию типа 7 миллионов, а за ультралевых 6. Но, однако, в силу того, что у них вот эта мажоритарная система, в каждом округе там бьются разные депутаты и там левые и макронисты друг другу помогали против Липен. В результате ее обыграли, как говорится, ловкость рук и вот такая демократия. Но я хочу вот именно вот это заострить внимание на том, что все-таки, ребята, если кто-то думает, что путинский пиар неуклюжий, вот такой вот, на сайте МИДа России, да, каким-то образом может повлиять за Липен или против Липен. Не-не, ребят, вы не переживайте. Так сказать, Липен и Франция живут своей жизнью, все идет своим чередом, а путинская вся эта машина остается маргинальной. Нет, Сереж? Но при этом мы помним, что Россия повлияла и на выборы американского президента, а также американский президент повлиял на количество испачканных подъездов по всей России, потому что Обама еще начала заниматься этими непригодными делами. И Россия, она страшна, она в каждом утюге и под каждой крышкой унитаза, она может тебе нагадить, и России регулярно это удается, но, конечно же, выдавать желаемое за действительное это более подходящий почерк для России, когда она рассказывает, что все вокруг происходит только благодаря ей либо на благо ей, а некоторые успевают вовремя отпрыгнуть. И вот здесь как раз Мария Лепенович хорошо показала, что как бы риторикой своей она не пыталась оппонировать Макрону, говоря, что она не настолько за Украину, а в действительности она, что более важно, она не настолько за Россию. Она категорически не имеет к России отношения, и похваливание и похлопывание по плечу России в данном случае вызвало у нее совершенно искреннюю реакцию ужаса. Еще только не хватало, чтобы вот эти вот вурдалайки из склепа еще меня признали своей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова